Реал Телленд представляет Стюарт Ли 41-й в списке лучших комиков всех времен Оригинальный перевод осуществил Евгений Борзов Дамы и господа, встречайте 41-го в списке лучших комиков всех времен Стюарт Ли Спасибо всем, кто пришел Шоу называется Стюарт Ли 41-й в списке лучших комиков всех времен Я сначала собирался назвать его иначе Я начал писать материал для него в прошлом мае Я еще не знал, что в конце концов получится И как раз тогда меня включили в одну из этих отвратных передач на 4-м канале Которые длятся по 19 часов по пятницам и субботам И где составляют хит-парад каких-нибудь 100 лучших вещей всех времен и народов Каждый пункт в списке представляет продажная память Стюарта Маккони Удивительный он человек Стюарт Маккони Он обладает способностью за достойное вознаграждение Вспомнить любую вещь из любой области человеческого существования Удивительный человек этот Стюарт Маккони Он как тот всеведущий инопланетянин Гигантский малыш, живущий в космосе Лысый, одетый в тогу, вращающийся вокруг Земли Способный обозревать все человечество на протяжении всей его истории Но при этом, в силу своей инопланетной природы, Стюарт Маккони Не может напрямую вмешиваться в дела людей Итак, меня включили в эту передачу про 100 лучших комиков всех времен И я оказался там на 41-м месте Меня это приятно удивило Понимаете, я не очень известный артист В частности, я единственный из этих 100 лучших комиков Кто регулярно выступает в этом зале И считает это большой удачей Я удивился попаданию в этот список С прессой у меня отношения натянутые Когда я в декабре выступал с этой программой в Лондоне В одной рецензии меня описали как сплющенного Альберта Финни За 9 лет до этого, в той же газете, меня сравнили с помятым Морриси Как можете заметить, тут прослеживается явная тенденция Нелестных для меня сравнений со всякими стареющими знаменитостями Во все более ужасающем физическом состоянии И сплющенный Альберт Финни, конечно же, гораздо хуже помятого Морриси Потому что помятого Морриси, по крайней мере, можно разгладить Приспособить к делу В то время, как сплющенный Альберт Финни никакой ценности не представляет Разве что в качестве подставки под кружку, сделанной из мяса Или белого пудинга, как их называют у вас в Шотландии Так вот, меня это удивило, я подумал, 41 место, не так уж плохо И кстати, вскоре после этой программы Бернант Меннинг, который вошел в число 40 лучших комиков, умер И я подумал, что меня передвинут на одну позицию вверх Но это оказалось не так Не помогла даже организованная мной компания по рассылке писем его родным Она их, скорее, даже расстроила Зачем? Зачем вы это делаете? Пожалуйста, прекратите Это здорово, я не шучу Мне было приятно Но многим из вас, наверное, знакома ситуация, когда вам кажется, что вы мастер своего дела Но ваши родные этого мнения не разделяют, поскольку знают вас как никто Моя мать, например, до сих пор ужасно стыдится того, что ее сын комик Стендап ее не интересует Мою маму в основном интересуют лоскутные одеяла Она любит шить лоскутные одеяла и говорить о шитье лоскутных одеял Недавно она стала шить новый вид одеял, не знаю, слышали ли вы о таких? Они называются подуяло Это одеяло, которое можно свернуть и получится подушка Впрочем, здесь возникает ряд проблем Ведь если вдуматься, для полноценного сна требуется и то, и другое И подушка, и одеяло А с подуялом вы либо мерзнете с головой на подушке Либо вам тепло, но при этом болит шея И для того, чтобы решить эту проблему, вам понадобится два подуяла Что сразу же подрывает главное конкурентное преимущество подуяла Либо вам придется вернуться к стандартному набору из подушки и одеяла Моя мама не в восторге от того, что я занимаюсь стендапом Для моей мамы 41 место в списке лучших комиков, которые я занимаю Учтите, этого теперь у меня никто не отнимет Для нее это то же самое, как если бы я занял 41 место в списке самых высоких карликов И будучи выше многих других карликов, я тем не менее оставался бы карликом И, следовательно, не мог бы претендовать на замещение должностей, требующих высокого роста Например, полицейского, баскетболиста Или менеджера по управлению волшебным бобовым стеблем Не знаю, слышат ли это телезрители, но эта шутка вызвала большее воодушевление в этой части зала И смех стихает по направлению к бару Возможно, многие из вас никогда раньше меня не видели Тем, кто меня не знает, я должен сказать, что многое из моего материала — это не шутки в привычном понимании Иногда это просто забавные идеи или необычные фразы И менеджер по управлению волшебным бобовым стеблем То есть гигант Это просто забавная фраза Я просто хочу сказать тем, кто меня не знает Шутки у меня есть, они присутствуют Но многим из вас придется поднапрячься Но ничего, прорвемся Дальше будет еще труднее Один номер будет вообще чуть ли не за гранью понимания про насекомых Даже для меня Хотя я его написал В общем, моя работа на маму не производит никакого впечатления Моя мама уже видела лучшего комика в своей жизни И она уверена, что это не я Любимый комик моей мамы — это ведущий старой телепередачи 70-80-х годов Угадай мелодию Том Аконнер Парочка зрителей помнит, кто такой Том Аконнер Но большинство людей в зале не в курсе, кто это И это прискорбно, так как я собираюсь говорить о Томе Аконнере Следующие 25-30 минут Том Аконнер в 70-х был комиком в Ливерпуле, а потом стал телеведущим И моя мама видела Тома Аконнера, когда он выступал в круизе В который она отправилась 10 лет назад, когда вышла на пенсию Это была ее давняя мечта Отправиться в круиз, я имею в виду, а не увидеть стендап Тома Аконнера в круизе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь каждый раз, когда Рич заходит о стендапе, она рассказывает мне о Томе Аконнере Она говорит Он был великолепен, Стю! Том Аконнер! Вы переноги с одеяла, оно еще не готово Он вышел на сцену, Стю! Он комик, как и ты! Он вышел, Стю! В круизе! Том Аконнер! И он спросил мужчину в первом ряду Где вы работаете? Тот сказал, что работает кассиром или инкассатором Что-то вроде того А Том Аконнер, Стю! Он очень остроумен Буквально сразу, без подготовки, он сказал ему Вы что, сардина? Я так смеялась, Стю Да, я неправильно рассказала Он вышел, Стю! Том Аконнер! Не трогайте лоскуты, я сожью из них льва Там еще будут джунгли А не только Он вышел, Стю! Том Аконнер! Комик! И он спросил мужчину Где вы работаете? А мужчина сказал, Стю Он сказал, в банке И... А Том Аконнер! Аааа! Он сразу нашелся! Мгновенно! Как молния! Из тарелки! Он сказал ему Вы что, сардина? Нет, Стю! Он не был сардиной! Он был человеком Потому что если бы он был сардиной Это была бы не шутка, а констатация факта Нет, ты не понял Он вышел, Стю! Слушай, Том Аконнер Да, который телеведущий Не трогай, это подуяло Это такая помесь Он вышел! Он комик! Как ты? И он спросил мужчину Где вы работаете? Тот сказал, в банке А Том Аконнер Стю, он Он увидел Что приоткрылось Окно возможности И ринулся в него Что есть сил И он сказал Вы что, сардина? Да, да, ты прав, Стю Строго говоря, это бессмыслица Да, ты прав Если бы сардину спросили Где она работает Она не сказала бы В банке, да Да, конечно Это не ее работа Ее работа Плавать Да, без зарплаты На общественных началах Да, ты прав, Стю Единственный вопрос На который сардина Ответила бы В банке Это вопрос В каком сосуде Вас будут продавать В случае вашей смерти? Он вышел, Стю Том Аконнер Слушай Не трогай булавки Они удерживают льва И он комик Прям как ты Он сказал мужчине Тот ответил В банке А он бросился на него Как волк, Стю И сказал ему Вы что? Вы что? Да, ты прав, Стю Сардина не всегда продаются В банках Да, бывают копченые, да Нет, у него бы все равно Получилось смешно, Стю Том Аконнер смог бы Он быстрый Как зефир Бог ветра Или меркурий Он бы сказал ему Если бы он спросил Где вы работаете? А мужчина Работал бы в коптильном цеху И ответил бы В коптильном виде Том Аконнер Все равно мог бы сказать Вы что, Сардина? Возникла бы пауза И люди подумали бы Странно, обычно они в банках Ах, да В коптильном виде Тоже ведь бывают Том не может ошибаться И он вышел Стю Слушай Том Аконнер Не трогай узоры Он сказал В банке А он сказал Вы что, Сардина? Да, да, Стю Ничего смешнее Я в жизни не видела Да, это лучше Чем любая твоя шутка А знаешь почему? Потому что приличная И он вышел Стю Том Аконнер И он спросил мужчину Где вы работаете? А мужчина Нет, не подсадной Он сказал В банке А Том Аконнер, Стю Он сказал Вы что, Сардина? Конечно, моя мать Не в курсе Что после того Как Том Аконнер Пережил нервный срыв В середине восьмидесятых Оказавшись в центре скандала Связанного с услугами Несовершеннолетней проститутки Том Аконнер Отвечает на любую фразу Сказанную собеседником Словами Вы что, Сардина? И подобно Остановившимся часам Глазго Эта фраза Тома Аконнера Бывает уместной По крайней мере дважды И тогда Бесконечное И нудное повторение Одной и той же фразы Может создать Иллюзию гениальности И да Тут есть подтекст Поняли? Хорошо Последний раз Фраза Вы что, Сардина? Была уместна Десять лет назад Когда ее услышала Моя мама В круизе Он вышел на сцену И спросил мужчину В первом ряду Где вы работаете? Тот ответил В банке И он ему сказал Вы что, Сардина? Не знаю, помните ли вы Я рассказывал об этом ранее Еще в самом начале шоу Наверное, помните Другой раз Единственный другой раз Когда фраза Вы, Сардина? Оказалась уместна Это было в 1987 году Когда пытаясь Загладить свою вину После секс-скандала Том Аконнер Взял свою жену Миссис Том Аконнер В горящий тур По Португалии Они приехали в Лиссабон И там Когда они были на площади К Тому Аконнеру Подошла маленькая Консервированная рыбка И маленькая консервированная рыбка Сказала Тому Аконнеру Я традиционное праздничное блюдо Которое подают Каждый год здесь В Лиссабоне Девятнадцатого января В честь дня Святого Кутберта Но, Том Я также Традиционный деликатес Во всей Сельской части Португалии Кто я? Да, именно так они и говорят В конце концов Не надоело слушать о том Какой хороший Том Аконнер Я сказал Слушай, мам Когда ты сшила подуяло Я же не говорил тебе Что видел в круизе подуяло Гораздо лучше твоего Я не стал Сыпать шутками Про подуяло Она сказала Нет, Стю Ты бы никогда не смог Придумать шутку Про подуяло Вот Том Аконнер Он бы смог Он вышел, Стю В круизе Я говорю Да заткнись ты уже Со своим Томом Аконнером Я открою тебе Маленький Профессиональный секрет Мам Я не хочу тебя расстраивать Но В среде стендапа Том Аконнер Считается Всеобщим Посмешищем И вот почему Потому что пока Том Аконнер Выступает на сцене Его жена Миссис Том Аконнер Сидит в фойе Театра в будке Которую они Таскают с собой На гастроли Которую Том Аконнер Сварганил из ДСП Соломы и глины И вот Пытаясь Загробастать Лишнюю копейку Словно свинья В грязи Миссис Том Аконнер Продает И это чистая правда Она продает Зонтики На которых Изображено Лицо Тома Аконнера Это Жалко И мама Сказала Это не жалкостью Это Хорошо Вот у тебя Например нет Зонтика С изображением Твоего лица И она Права 20 лет В стендапе Всего лишь 41 Если бы я Пришел в фирму Которая делает Зонтики С лицами комиков И сказал бы Можно мое лицо Разместить на зонтике И мне бы сказали Нет Ты недостаточно Популярный 20 лет Ничего не добился А у нас ребенок Недавно родился Недешевое удовольствие В общем 41 место В списке Лучших комиков Не так уж Много Значит Для моей Семьи Это ничего Не значит Да и где Этот список Составляли На четвертом Канале Худшем Канале Британского Телевидения Который Как я только что Осознал Теперь не покажет Этот концерт Я сказал это И тут же понял Вот Потенциальный Покупатель Но ведь это правда Четвертый канал Просто ужасен Раньше был хороший Но теперь просто фуфло В прошлом году Они отмечали 25-летие И показывали Ретроспективу Всех хороших программ Которые они делали 25 лет назад Четвертый канал Похож на старого Сифилитика Представящего Старый фотоальбом С портретами Светских красоток Своих бывших любовниц Теперь уже мертвых Мертвых Из-за него Четвертый канал Я вообще Не люблю Телевидение Я не против Телевидения Как технологии Это просто Цвета Формы И звуки Кто же их не любит Вот здесь вот Люди Их любят Там их тоже любят Но по отдельности Когда все вместе Это чересчур Да? Трудно разобраться Проблема телевидения Мне кажется в том Что оно все больше Теряет способность Говорить о чем-либо Серьезном Хороший пример был В прошлом году Помните Расистский скандал На реалити-шоу Большой брат В доме поселили Индианку И все стали Над ней издеваться Это было мерзко Но меня поразило До какой степени Телеканал Оказался не способен Справиться С серьезной проблемой Поэтому Расистский скандал В Большом Брате Мне нравится Он нравится мне По трем причинам Во-первых Из-за Расистского скандала На Большом Брате Официальный Спонсор шоу Магазин телефонов Carphone Warehouse Был вынужден Сделать следующее Официальное Заявление Это официальный Пресс-релиз Carphone Warehouse Расизм Кардинально Противоречит Ценностям Я не знаю Как у вас Глазго Но у меня Этот пресс-релиз Вызвал Громадное Облегчение Потому что До того Как я прочитал Этот пресс-релиз Я подозревал Что Carphone Warehouse Всего лишь Прикрытие Для неонацистской Организации А вот у меня В руке бумажка На которой Изложены Истинные ценности Carphone Warehouse Первое Продавать Телефоны Второе Продавать Больше Телефонов Третье Отрицать Холокост Четвертое Продавать Еще Больше Телефонов Пятое Отрицать Холокост Снова На этот раз Через СМС Шестое Лоббировать Возвращение Голливогов И черно-белого Шоу Министрелей Седьмое Продавать Телефоны Машинам Продавать Как можно Больше Быстрее Продавать Телефоны Ценности Carphone Warehouse Какое Бестыдное Лицемерие Хотя бы Представить Себе На секунду Что существует Такая вещь Как ценности Carphone Warehouse Вы разделяете Ценности Христианства Буддизма Или Марксизма Нет Я Разделяю Ценности Магазина Carphone Warehouse Не устанна Противостоящего Расизму На протяжении Вот уже Двадцати Лет Используя Для этого Такой Нестандартный Способ Как Скидки На Подключение Верный Метод Которым Почему-то Пренебрегают Африканский Национальный Конгресс И Движение Рок Против Расизма Ценности Carphone Warehouse Как вы думаете В какой момент В Carphone Warehouse Решили Что Спонсирование Большого брата Больше не согласуется С их ценностями Быть может Это случилось Три сезона назад Когда Четвертый канал Показал Как пьяная девушка Пытается засунуть Бутылку вина Во влагалище Или же Они решили Да Наконец Предметы Вставленные Во влагалище Пьяной Девушки И Care for Their House Это Маркетинговый Брак Заключенный На Небесах И Какая Отличная Возможность Для Продакт Плейсмента Ценностей Care for Their House Которых Не существует Вторая Причина Почему Мне нравится Российский Скандал На Большом Брате Следующая Есть Такая Передача На ТВ Называется То ли Большой Род Большого Брата То ли Маленький Брат Большого Брата Она Идет Не на Четвертом Канале А на Е4 И Е4 Пожалуй Даже Хуже Чем Четвертый Канал Потому Что Четвертый Канал Это Поток Говна Который Врывается В ваш Дом Без Спроса Тогда Как Е4 Это Желоб Для Говна Который Вы Сами К Себе Провели А Вот И Еще Один Потенциальный Партнер Потерят Остался Только Канал Парамоун Они К вам Хорошо Относились В прошлом Так вот Большой род Большого брата Или Как там его Там выступают Всякие Эксперты Социологи Психологи Психиатры Которые Высказывают Своё Профессиональное Мнение О феномене Который Представляет Собой Мудаки Собранные В одном Месте А Ведет Программу Рассел Брэнд И Когда Случился Российский Скандал Рассел Брэнд Оказался Вынужден Глубокомысленно Глядя В камеру И Придав Лицу Серьезное Выражение Осудить Расизм В самых Сильных Выражениях Будучи Одетым В костюм Пирата А после чего Он мог вернуться К главному делу Своей жизни Выдумыванию Дурацких Имён Для своего Пениса Мистер Винки Мистер Динки Выдумывая Дурацкие Имена Для собственного Пениса Рассел Брэнд Больше всего Напоминает Педофила Который Пытается Уговорить Себя Разрешить Себе Растлить Себя Когда Мартин Лютер Кинг Клеймил Расизм В Америке В 1960 Он клеймил Его Самыми Сильными Страстными И глубокими Словами Мартин Лютер Кинг Говорил Я мечтаю Что придет День Когда Мои Четыре Ребенка Будут Жить В стране Где О них Будут Судить Не по Цвету Их Коже А в Соответствии С их Личностными Качествами А Когда Рассел Брэнд Видит Проявление Расизма У себя На работе В Большом Брате Рассел Брэнд Говорит Сегодня Мы видели Проявление Расизма И всякое Такое И нет Сомнений Судари От этого Даже Мистер Винки Сморщился Истина Вам Говорю О да Воистину А Мошонка Старая Моя Мошонка Спряталась Мне В попку А Сейчас Эйч Из Группы Степс И Третье Что Мне Нравится В Расистском Скандале На Большом Брате В Доме Была Одна Модель Если Помните Даниэла Ллойд Бывшая Мисс Британия И Она Там Была Самой Отъявленной Расисткой И Как Результат Последние Несколько Месяцев Даниэла Ллойд Потеряла Много Модельных Контрактов Надо Полагать Это Означает Что Редакторы Журнала НАЦ Журнала ЗУ Журнала ЛОДД Журнала АФ ХМ Собрали Совещание И Попытались Решить Для себя Вопрос Смогут Ли Их Читатели Без Угрызений Совести Дрочить На Фото Расистки И Видимо Решили Что Нет На Мой Взгляд Они Несколько Недооценили Твердость Читателей Журнала НАЦ Журнала ЗУ И Журнала ЛОДД Которые Собрав Волю В кулак Уверен Нашли Вы В себе Силу Преодолеть Моральный Барьер Воздвигнутый Перед Ними Расовыми Предрассудками Голые Женщины Кто знает Быть может Сама Моральная Предосудительность Акта Напротив Сделала Бо Его Более Пикантным Откуда Нам Знать Правда Мы Не Можем Быть Уверены Пока Не Проведем Научный Эксперимент А на него Сейчас Денег Нет Все Ушло На Олимпиаду Все Остальные Расходы Сокращены А в Общем К телевидению Есть Объективные Претензии Которые Я Так Хорошо Сформулировал Но Если Честно Настоящая Причина Моей Нелюбви К телевидению В том Что Вот Уже Почти 12 Лет Меня На него Не Приглашают Я Я Пожалуй Присяду Потому что Это Небольшой Рассказ О телевидении И Если Я Сяду То Будет Похоже На Монолог Ронни Корбитта Итак Как я Говорил Я Работаю На Сцене Уже 20 Лет И Последние Лет 7 Я Вдруг Стал Модным Комиком Это Хорошо Потому что Теперь Я Могу Позволить Себе Дорогостоящие Болезни Пик Моего Успеха Пришелся На Начало 2006 Года А Сейчас Мы Видим Спад Но В результате Того Что Я Стал Модным Комиком Два Года Назад Меня Пригласили Встретиться С главой BBC 2 Это Меня Удивило Так Как Обычно Мне Приходится Нижайше Просить Его Аудиенции А тут Он Сам Меня Позвал И Сказал Мне Нам Всем Очень Нравится То Что Вы Делаете Что Бо Это Ни Было Мы Готовы Дать Вам Шоу На Нашем Никаких Проб Просто Приходите И Делайте Что Считаете Нужным И После Этой Встречи Моя Жизнь Полностью Изменилась Профессионально Финансово И Вообще Итак Я начал Писать Материал И Основная Идея Была В том Что Каждую Неделю Я Выступаю Перед Какой Нибудь Особой Группой Людей В Каком Нибудь Странном Месте И Это Снимают На Овощи А Я Не Хотел И В Результате Становился Все Меньше И Меньше Пока Меня Не Унесла Птица Да Этот Юмор Не Для Вас Но Детям Такое Очень Нравится Просто Представьте Как Меня Уносит Птица Смешно Же Особенно Если Птица Смешная Попугай Например И Я Стал Обкатывать Этот Материал На Детских Праздниках И Планировал Со Временем Его Записать И Дети Они Прикольные Потому Что Не Срывают Шоу Вместо Этого Они Поднимают Руку И Просит Разрешение Сорвать Шоу Это Хорошая Система Однажды Я выступал На Детском Празднике Рассказывал О том Как Уменьшался В Размерах И Тут Девочка Лет Семи Поднимает Руку Что Она Спрашивает Если Вы Были Такой Маленькой Стендапа Вы знаете Что такое Комедия наблюдений Это Когда Комик Притворяется Что Ведет Такую Жизнь Как И Вы В то Время Как На самом Деле Он Купается В славе Деньгах И Кокаине Так Вот Что Так Комедия наблюдений Эй Есть Тут Женатые Люди У Кого Есть Подруга Кто Вообще Хоть Раз Женщину То Видел На Фото Или Вживую Кто Нибудь Видел Вообще Не Мужчины Которые Волосатые Может Здесь Есть Женщины Девушки Вот Скажите Мне Почему Почему Вы Так Долго Собираетесь Чего Вы Там Делаете Так Долго У Кого Есть Дети Про Женщин У Меня Все У Кого Дети Про Женщин Все У Кого Дети У Меня Мальчик У Вас Есть Мальчик Сколько Ему 14 Мо Ему Три Прямо Как У Иногда Такое Сказание Что Я Сосмеху Покатываюсь Такое Ощущение Что Он Может Смотреть На Мир Только Глазами Ребенка Короче Боюсь Сейчас Некоторые Из Вас Думают Вот Теперь Другое Дело Теперь Смешно Действительно Че Это Не Так Долго Женщины Если Бы Только Можно Бы Их Спросить Но Они Сразу Разозлятся Я Подумал Как Лучше Всего Спародировать Комедию Наблюдений Я Решил Что Лучшая Пародия На Комедию Наблюдений Это Рассказ От Лица Насекомого О Жизни Насекомого В Костюме Насекомого Допустим Я Комик Насекомое Кто Нибудь Убивал Кузнечика Все Убивали Так Ведь Вечерком По Пятницам Все Убивали Вон Мужик Смеется Его Снимают Сейчас Он Убивал Все Убивали По Пятницам Все Убивали Кузнечика Берете Его Своими Мандибулами Не То О чем Вы Подумали Берете И Плюете В него Ну Ферментами Чтобы Размягчить Понимаете Превратить В жижу И Скармливаете Своей Личинки У кого Есть Личинка Здесь У меня Есть Личинка Иногда Как Что Нибудь Скажет Я Со Смеху Покатываюсь Такое Ощущение Что Она Может Смотреть На Мир Только Глазами Личинки В Общем Я Хотел Сделать Такое Выступление Но Я Не Знал Где Его Заснять Для Передачи И тут Мне Так Подфартило Оказалось Что В прошлом Марте В Барнском Резервуаре В заповеднике На юго-западе Лондона Должен Был Состояться Трехдневный Конгресс Энтомологов Ученых Изучающие Насекомых И это Мероприятие Называлось Пестиваль Это Не я Придумал Это Энтомологи Так Пошутили На Меня Не Смотрите И На Открытии Они Организовали Небольшое Варьете Объединенное Темой Насекомых Они Пригласили Робина Хичкока Певца У которого Много Песен Про Пчелок Муравьев И так Далее Пригласили Саксофониста Дэвида Ротенберга Который Должен был Играть Под Аккомпанемент Сверчков И это Правда У него Кстати Хорошо Получилось Я Позвонил Организатору Фестиваля Бриджит Николс И сказал Ей Можно Я Приеду На Фестиваль И Выступлю С Получасовым Номером О Насекомых В Костюме Насекомого Перед Тремя Сотнями Ведущих Мировых Специалистов По Насекомым И она Ответила Да Это Будет Как Раз К месту Еще мы будем Чествовать Группу Энтомологов Из Праги Которые В прошлом Году Осуществили Прорыв В изучении Жизненного Цикла Персиково-Картофельной Тли И было бы Очень здорово Если бы Большая часть Ваших шуток Была бы Протлю Я сказал Без проблем У меня их море Море Шуток Осталось Еще с начала Моей карьеры В 80-х Помните Стендап 80-х Там только Протлю Все и шутили Протлю И Тэтчер Похитительницу Молока Помните Которая Все молоко Украла Итак Я нашел Мастера Мартина Соуна Который За 500 фунтов Сделал мне Костюм Насекомого Я решил Что телешоу Потом мне Все возместит И продюсер Сказал Что организует Съемку А два дня Спустя Мой Тогдашний Менеджер Дон Родео Получил Электронное Письмо От Руководства BBC Которая 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 Вдруг Ни с того Ни с сего Решила Отказаться От проекта Я расстроился Но это было Странное Разочарование Потому что Я все равно До конца Не верил Что Все получится Нельзя Нельзя Всегда Получать То Что Хочешь Не бывает Так Но то Что Случилось Это было Как если бы Вы подошли К ребенку И спросили Чего Ты Хочешь Больше Всего На свете Пожарную Машинку А вот У меня Есть Возьми Это тебе Да Мигалка Включается А лестница Вытаскивается Нет Я абсолютно Серьезно Бери Это тебе Она твоя А вот Посмотри Как я ее Разломаю Прямо У тебя На глазах Никогда Ни о чем Не мечтай Но отмена Телешоу Поставила Передо мной Две проблемы Во-первых Я мало Зарабатывал Мне была Очень нужна Эта работа Жена Тогда Была Беременна И Вторая Проблема Состояла В том Что Я уже Впрягся Участвовать В фестивале В Барнском Резервуаре С Получасовым Номером О жизни Насекомых Как выясняется В неоправданно Дорогом Костюме Насекомого Перед Тремя Сотнями Ведущих Мировых Энтомологов За Просто Так Так Вот Я хочу Спросить Глазгоу Как По-вашему Должно Такое Случиться Сорок Первым В списке Лучших Комиков Всех Времен Двадцать лет Двадцать лет Двадцать лет После стольких лет карьеры Я не должен выступать В резервуаре С получасовым номером Протлю За просто Хотя бы За деньги После двадцати лет карьеры Я не должен выступать В помещении Основная функция Которого Хранить воду Хотя бы В театрах Или Что тут у вас Сортир С софитами Я вообще Не должен Приезжать В Глазго Я каждое Лето Выступаю В Эдинбурге Могли бы И сами Приехать Это недалеко Практически Один город Просто смех Это сорок первое место Мне даже не надо Понимаете Я отошел Всего на пять метров От первого ряда И мне даже не надо Оборачиваться Чтобы знать Что вы не соизволили Повернуться Даже на тридцать градусов Да пофигу Вернется Рано или поздно Все равно Ведь непонятно Что он делает То ли это прием Такой То ли просто Заблудился Посмотрю-ка Пока просто На пустую сцену Или на это А можно мне Задник поставить Конечно можно Какой хотите Можно мою фотографию Конечно Только мы ее Размоем немного Где уважение Ну хотя бы От детей Почему Семилетние дети Позволяют себе Кричать Что я толстый Да Я толстый Но не по меркам Комедии Рой Пухлый Браун Вот кто Толстый И у него Даже имя Соответствующее И толстяк Арбакл И широкий Вот они Толстые Вы видели Меня здесь В прошлый раз Я набрал вес С тех пор Признаю И когда я ехал К вам В этот раз Я думал В стендап Ходят хорошие люди Надо похудеть Чтобы им было Приятно на меня смотреть Но я рад Что не похудел Потому что люди Даже не смотрят на меня Лучше Я буду смотреть На его обезображенный Кислотный портрет Чем на него Самого Я хожу На курсы Похудения Но мне Сорок лет Два дня Назад Исполнилось Сорокалетнему Мужчине Сложно Ходить На курсы Похудения Слишком Унизительно Там одни Женщины Неловко Перед ними От сорокалетнего Мужчины Требуется Мужество Чтобы ходить На курсы Похудения Большее Мужество Чем у пожарных Или солдат На войне И я Единственный Человек Которому Не удается Потерять вес На курсах Похудения Из-за Ислама Кто-то Смеется Но в целом Залом Облазила Тревога Не знаю Чего вам Бояться У вас Же Есть Тот Мужик Носильщик В аэропорту Который Якова Кого-то Пнул Его карьера Империя Построенная На песке Не бойтесь Что я буду Говорить об исламе Вон люди Уходят Там им Страшно Стало Белл Энтон Говорит Что об исламе Говорить нельзя А то убьют Но мне Все равно Не бойтесь Этот номер Не надо Нервничать Этот номер Был описан В рецензии В Лондон Ивнинг Стандарт Как мучительно Политкорректный Так что Так что Не надо бояться На самом деле Если до этого Вам было не по себе То теперь Вам станет Еще и скучно Я хожу На курсы похудения Они проходят В библиотеке В районе Стэмфорд-Хилл На северо-востоке Лондона И В моей группе Всего двое Мужчин Я и пожилой Поляк Ему за 70 Все остальные Женщины Женщины Всех национальностей Вероисповеданий Цветов Форм И размеров Практически Ассамблея ООН В комнате смеха Где они часто проходят Так Я стоял в очереди На взвешивание А передо мной Стояла мусульманка Лет 25 И на ней был Хиджаб Это такой головной платок Который носят женщины Потому что Ислам запрещает Мужчинам Видеть женские волосы Она повернулась Ко мне и сказала Я извиняюсь Но не могли бы вы выйти в коридор Когда я буду взвешиваться Теперь-то понятно Что она просто собиралась Снять платок И мне нельзя было Видеть ее волосы Но тогда Я этого не понял Я подумал Что она не хочет Чтобы я увидел Сколько она весит И я сказал Зачем мне выходить Тебе не о чем беспокоиться Дорогуша Ты не такая уж и толстая И она ответила Да нет Просто Тут до меня дошло И я начал извиняться А между нами Стояла еврейская женщина Хасидка Лет 50 Она посмотрела Сначала на мусульманку Потом на меня А потом сделала вот так Как будто бы хотела сказать Сначала террористы-смертники А теперь еще и это Ирония в том Что у хасидов Есть такой обычай Они все бреют головы И женщинам Приходится носить парики И вот она в парике Мусульманка в платке Я вообще атеист Толстый атеист Раз уж на то пошло И мне непонятно Почему я должен Страдать Из-за того Что чьи-то волосы Не дают покоя Богу В которого Я даже не верю Но назревал спор Мы втроем смотрели Друг на друга Я подумал Мне нельзя здесь оставаться Я не хочу спорить Если когда-нибудь Люди сойдутся на том Что с точки зрения Бога Надо делать С женскими волосами Это произойдет Не на Стэнфорд-Хиллских Курсах похудения Это Стэнфорд-Хиллские Курсы похудения А не Стэнфорд-Хиллские Курсы похудения И дискуссий На тему Религиозных запретов Связанных с волосами Хотя я бы На такие походил Если бы вы знали Как приятно Выступать в таком Продвинутом городе Как Глазго Где можно сказать фразу Стэнфорд-Хиллские Курсы похудения И дискуссий На тему Религиозных запретов Связанных с волосами И люди сразу понимают, что это шутка, что нет таких курсов. Потому что когда я выступаю на севере Англии, в Карлайле или в Дарби, я говорю про Стэнфорд-Хиллские курсы похудения и дискуссии на тему религиозных запретов, связанных с волосами, никто не смеется. Люди говорят, чего только не бывает в этом ихнем Лондоне. Какой только глупости там не придумают. И мне приходится объяснять жителям Северной Англии, что не все британские города должны давать название пирогам. Хотя это не совсем справедливо, не все тамошние города дали название пирогам, но многие дали. Когда говоришь об этом человеку из Северной Англии, он отвечает, ну да, Бейквелл, Эклская слойка, дальше не теряются. А Йоркширский пудинг считается? В общем, я вышел в коридор. Мусульманка также попросила выйти пожилого поляка. И когда мы вышли, этот поляк посмотрел на меня и в глазах у него была злоба. Я отвернулся, потому что думал, что он сейчас скажет что-нибудь типа «чертовы мусульмане». Я отвернулся, потому что не хотел оказаться вынужденным соглашаться с расистом из вежливости. Это я могу сделать дома у родителей, когда приезжаю к ним на Рождество. Я говорил про одеяло, но на самом деле мама шьет имперские флаги. Выйдя в коридор, я и сам был немного зол. И думал, ну вот, сейчас я разозлюсь так, что вообще уйду и больше не вернусь, и начну толстеть. Но потом подумал, да какая разница, всего-то 10 минут подождать, потом вернуться в очередь. Будь я мусульманином, в современной Британии, наверное, эти культурные символы имели бы для меня большое значение. Так что я подумал, какая разница, 10-15 минут подождать, потом опять вернусь в очередь. В конце концов, если вы стоите в очереди, а за вами оказывается кто-нибудь слепой, или на костылях, или умственно отсталый, вы же пропускаете его вперед, правильно? А потом я подумал, забавно, получается, что я только что приравнял религиозность к умственной отсталости. Это, конечно, некрасиво. Хотя и правильно. Но потом я разозлился. Разозлился и подумал, сейчас зайду и скажу ей, вы, мусульмане, способствуете тому, что я толстею все больше и больше. И раз уж вы ходите на курсы похудения в хиджабе, то могли бы снять его дома и взвесить отдельно. И потом просто вычитать его вес из вашего общего веса. Чтобы получить точный вес при помощи математики. Которую, как вы утверждаете, ваш народ изобрел. Но я этого не сказал. Я просто вернулся. И оказалось, знаете, что я потолстел. В наше время комики стараются не шутить о мусульманах. Не потому, что боятся мести. Кому это вредило? Нас беспокоит нечто другое. Когда ты выступаешь в маленьком клубе, ты думаешь, здесь ты среди своих, можно и пошутить. Но на самом деле, никогда нельзя быть уверенным, что тебя поймут правильно. Может, кто-то смеется по своим мотивам, которые ты можешь не одобрять. Особенно там. Никогда не знаешь, кто тебя смотрит по телевизору. Если тебя показывают по Парамонту, то это, скорее всего, какой-нибудь идиот. Который не спит в 5 утра. Кто знает? Это может быть кто угодно. Какие-нибудь плохие люди. И... Проблема в том, как я понимаю, 84% населения считают, что политкорректность слетела с катушек. Я в этом сомневаюсь. Людей все еще убивают за неправильный цвет кожи или не ту ориентацию. И что такое политкорректность в сущности? Это, возможно, неуклюжая попытка договориться о некоем уважительном и приемлемом для всех языке. Конечно, она не безупречна, но все же это лучше того, что было раньше. Но 84% населения считают, что политкорректность слетела с катушек, и я не хочу, чтобы эти люди подходили ко мне после концерта и говорили. Молодец, здорово ты этих сраных муслимов приложил. А то у нас и шагу нельзя ступить. Совсем политкорректность слетела с катушек. Ты знал, что сейчас нельзя даже написать расистское ругательство говном на чьей-нибудь машине? Сразу политкорректная секта цепится в горло. Не хочу, чтобы такие люди подходили ко мне после концерта, потому что это фанаты Элла Мюррея. Ничего не понимающие и зубоскалищие, словно псы, как и выми они и являются. Мне 40% исполнилось на прошлой неделе, и я помню времена до политкорректности. Вот почему я считаю, что сейчас лучше. Когда мне было 12, в моем классе учился азиат, и каждый день, проводя перекличку, учитель называл его «черной меткой». На моей улице в Бирмингеме был, кажется, 1972 год, когда однажды чернокожая семья хотела поселиться. Все белые семьи объединились, чтобы надавить на продавца, который хотел продать им дом. А 8 годами ранее, Дэвид Кэмерон, вам об этом никто не расскажет, когда Тори победили на выборах в Бирмингеме, они отправляли детей распространять листовки с надписью «Хочешь ниггеров соседей, голосуй за Либби Слейби». Если политкорректность их чему-то научила, так это более изобретательные маскировки своего враждебного расизма. Вообще, когда кто-нибудь говорит, что политкорректность слетела с катушек, я всегда думаю, что имеется в виду, вот моя бабушка, например. Бабушка говорит мне, знаешь, Стю, эта политкорректность совсем слетела с катушек. Я спрашиваю, почему? А она. Я вчера была в парикмахерской, Стю. И мне сказали, хотите чашку чая, миссис Харрис? И я сказала, не откажусь. А они мне, хорошо, только вам придется выйти в зал. Нам запрещено наливать горячие напитки рядом с рабочим местом. Политкорректность совсем слетела с катушек, Стю. Красный Роббо вернулся, Стю. Он запрещает нам пить чай, потому что это оскорбляет пакистанцев. Целое поколение людей путает политкорректность с техникой безопасности. Нам теперь даже электрокамин в ванной нельзя поставить, Стю. А то вдруг педики увидят. В наше время можно было сунуть голову в миску с кипящей кислотой. А теперь нельзя, вдруг евреи увидят. Евреи оскорбятся. Можно было всей семьей прыгнуть в молотилку. Руки летели в разные стороны, и никто не возмущался. А теперь они запретили Рождество. Рождество запретили! Есть такой колумнист из Дайли Мэйл, Ричард Литтлджон. У него есть две любимые фразы. Первая из них политкорректность слетела с катушек, а вторая нарочно не придумаешь. Звучит довольно иронично, учитывая, что сам он пишет. Год назад Литтлджон целую полосу посвятил слетевшей с катушек политкорректности. Тогда как раз появился маньяк, которого сейчас судят за убийство проституток в Восточной Англии. Полиция и журналисты тогда называли их, некоторые были несовершеннолетние, не проститутками, а женщинами, занимавшимися проституцией. И Литтлджон настрачивал целую полосу, что политкорректность слетела с катушек. И что надо называть их проститутками, а не женщинами, занимавшимися проституцией. Но ведь это не политкорректность слетела с катушек, а просто полиция и пресса подумала о том, что некоторые жертвы были очень молоды, и у них остались родственники и друзья. И что имеет смысл выбрать выражение помягче, чем грубая проститутка. Они сформулировали более обтекаемо из соображений деликатности. Но для Литтлджона это была слетевшая с катушек политкорректность. А жертвы – проститутками, и называть их надо было не иначе, как проститутками. Им не интересно, как далеко готов зайти Литтлджон в свои скрупулезности относительно правильного наименования для мертвых женщин. Быть может, он под покровом ночи крадется на кладбище, вооруженный зубилом и факелом. Находит там могилу, на которой написано «Здесь покоится Элейн Томпсон» и вносит правки. Проститутка А не женщина, занимавшаяся проституцией. Проститутка Пасскриптум Кажется, я ненавижу женщин. Я люблю, когда их убивают. Искренне ваш Ричард Литтлджон Пиздюк А не человек, работающий пиздюком. Последний раз, когда я был у мамы, она спросила меня «Почему ты не выступаешь в круизах, как Тома Коннор?» Тут зазвонил телефон, и это была Бриджит Николс с фестиваля. Она сказала «Надеюсь, я вас не отрываю, я просто хотела убедиться, что вы приедете на фестиваль в эти выходные». Я говорю «Как хорошо, что вы позвонили, Бриджит, потому что я совершенно не собираюсь приезжать». Она мне «Но почему?» Я отвечаю «Но я думал, что можно будет записать выступление для телешоу, но его отменили, так что теперь нет смысла». Протлю у меня ничего нет. Да и все равно это глупо звучит, в общем, я не приеду. Она мне «Но вы же сказали, что вы любите насекомых». А я говорю «Не люблю я насекомых». В лучшем случае у меня к ним противоречивые чувства. А некоторых из них я активно недолюбливаю. Божьих коровок, например, которые из Франции, а не ткань портят. Она мне «Что же я скажу специалистам по картофельно-персиковой тле? Они ведь были так рады». А я ей «Да мне плевать, что вы им скажете. Не приеду я на ваш идиотский фестиваль». И тут я слышу в трубке такой звук. Надо же. Я сказал «Можете поплакать в микрофон?» Я выступал с этой программой 70 раз, и впервые мне попадается человек, который не может отличить плач от смеха. И вот где я решил снимать концерт. В Глазго. Где люди не умеют различать эмоции. Я ходила на концерт. Что-то почувствовала. Хорошее или плохое чувство? Какая разница, главное чувство. Короче, представьте себе плач. И вот, спустя три дня я стою на сцене фестиваля. В костюме насекомого. В неоправданно дорогом костюме насекомого. И пытаюсь придумать шутку про тлю для трех сотен ведущих энтомологов мира. Сейчас-то я понимаю, что фестиваль на самом деле был отличной возможностью, и надо было принять ее с благодарностью. Но тогда было уже поздно. Я стоял на сцене и смотрел на эти три сотни энтомологов, не зная, что сказать. Минута за минутой в горле пересохло. Сказать нечего. И тогда я подумал. А как бы на моем месте поступил Тома Коннор? Я спросил мужчину в первом ряду, кем вы работаете? Он говорит, я энтомолог. Я спрашиваю, вы сардина? Он отвечает, нет. Я спросил женщину рядом с ним, кем вы работаете? Она говорит, я энтомолог. Я спрашиваю, вы сардина? Нет. Я спросил мужчину в центре, кем вы работаете? Он говорит, я энтомолог. Мы все здесь энтомологи. Это конгресс энтомологов. И тут я понял, что Тома Коннор только казался просточком. Позже я поспрашивал знакомых комиков, вдруг кто видел его в лучшие времена в 70-е до всех этих игровых шоу. И Джонни Вегас сказал, что видел Тома Коннора в мужском католическом клубе в Ливерпуле в 1978-м. И что он великолепен, что он должен был стать новым Билли Конноли. Что у него были потрясающие номера о жизни рабочего класса, о детях и родителях, о свадьбах и похоронах. И он всегда был на высоте. Но учтите, Глазго, что это было в Ливерпуле. Где слащавая ностальгия считается лучшей формой развлечения. Как у вас, драки. Я вспомнил, что мне говорила мама. И ведь она была права. Моя карьера виденого яйца не стоит. Вот Тома Коннор, по крайней мере, знает, что после его смерти в старом ливерпульском гараже останутся буквально сотни тысяч зонтиков с изображением его лица. И когда нашу цивилизацию накроет всемирный потоп, похоронив под километровой толщей воды, инопланетные археологи найдут эти зонтики с лицом Тома О'Коннора. И они решат, что Том О'Коннор был очень важной персоной. Возможно, Богом. Который, вероятно, и наслал на нас потоп. Поскольку мы не смогли его умилостивить. Нежели человеком, который провел свои последние годы, мотаясь по морям и океанам, бесконечно повторяя фразу «Вы что, сардина?» В надежде, что она хотя бы раз окажется к месту. Я понял, зря я думал, что мама ездит мне по ушам со своим Томом О'Коннором, только чтобы позлить. Просто она пыталась найти со мной общий язык. Год назад в одном магазине мне на глаза попался журнал, которого я никогда раньше не видел. Он назывался «Британский журнал одеяльных мастеров». И на обложке была фотография одеяла, сшитого моей мамой. Оказалось, что она сорок первая в списке лучших одеяльных мастеров. Вустера «Я позвонил ей и сказал, я написал новое шоу. И в нем все крутится вокруг того, как ты вечно донимаешь меня шуткой Тома О'Коннора про сардину. Ты не возражаешь?» Она ответила «Не возражаю, Стю». «Он был великолепен, Стю, Том О'Коннор». «Он вышел на сцену, Стю!» «В круизе!» И сказал мужчине «Где вы работаете?» А тот ответил «В банке!» И тут она говорит «Хотя погоди, Стю!» «Кажется, это был не Том О'Коннор». «Я ей... То есть, как это? Я уже все написал!» А она говорит «Нет, Том О'Коннор тоже там был». Но про сардину шутил другой комик. По имени... Джон Смит. То есть, это даже не Том О'Коннор был лучше меня. Это был кто-то, о ком никто никогда не слышал. Сорок первый комик. Ничего не значит. Впрочем, был в моей карьере момент, которым я могу гордиться, около одиннадцати месяцев назад. Моему сыну был месяц, когда я впервые его рассмешил. А сделал я это так. Я надел на голову этого оранжевого плюшевого жирафа. Смешно, правда же? Вот чем теперь я буду заниматься. Ничего провокационного, все просто. Рассмешить месячного ребенка оранжевым плюшевым жирафом на голове очень просто. Нужно надеть жирафа на голову и стоять молча и без эмоций как можно дольше. Как будто это самая естественная вещь на свете. Вот так, сейчас покажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова